Ростов-Краснодар 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 мнение журналистов на счет игры, мнение тренера, который он высказывает, допустим, на послематчевой конференции. Поэтому всегда хочется подойти к любой оценке с трезвой головой, то есть после всего то, что произошло. Легче всего, сидя на трибуне, сказать нелицеприятные слова в адрес судьи, игрока. А ведь вы понимаете, вот у меня есть пример такой, возможно, он будет сейчас не совсем к месту, но вот есть пример, допустим, был и есть такой футболист, как Шевченко. Он играл, попал в свою команду и оказался в Милане. И он своей игрой влюбил в себя болельщиков и отдавал всю душу. И потом, а в жизни у любого человека бывают разные периоды. Пошла игра, не пошла игра, потом месяц у тебя не задался, там что-то там, еще сезон может не получиться. А его болельщики любили. И он, перейдя в Челси, он заставил себя выйти не просто на другой уровень, а заставил себя, этих же болельщиков Челси, заставил себя, должен был заставить себя влюбить. А когда тебе не доверяют, то есть у него, ну он раз игру не сыграл, вторую игру, их не интересует, как он играл в Милане. Это проблемы Милана были, или счастье Милана было. То он перестал играть, потому что уровень психологии. В психологии кроется очень много. Давайте приведем пример Артема Дзюбы. Посмотрите, как доверие тренера, прежде всего его самоотдача, его чистолюбие спортивное, сейчас позволяет этому спортсмену стать одним из... Во-первых, он лучший бомбардир на текущий момент, а во-вторых, посмотрите, как реагирует болельщик на игру Артема Дзюбы. Ведь он не просто играет в футбол, он не отбывает номер, он играет вздохновением, он играет хорошо мотивированным, так сказать, игроком. Лично я, мне так кажется, я по своей натуре оптимист, и мне всегда хочется верить, что будут лучшие дни. Просто, честно говоря, вот уже много-много лет ростовский клуб наш, ну скажем так, прозябает во второй части турнирной таблицы, если так можно сказать. Вот поэтому мы все ждем, и я думаю, что футболисты тоже, они, ребята, им тоже интересно добиться какого-то результата. Они же не выходят просто так, я в это никогда не поверю. Нет, конечно. Я думаю, что тут надо по совокупности смотреть и психологию, и мастерство, и, наверное, что-то надо подтягивать, там, не знаю, там, тренеру какие-то там еще решения принимать, может быть, нестандартные. Я думаю, воспитники Ростова бы нашли бы мотивации больше, чем, ну, некоторые, назовем, игроки, которые сейчас играют в нашем клубе. Вот это, я думаю, нужно нашим руководителям футбольного клуба, ну, поискать такие таланты, которые могли бы заменить кое-каких легионеров в нашем клубе. И тогда и мотивация, и болельщиков будет намного выше ходить, и мотивация самих игроков на отдачу к игре. Когда все построено на сегодняшний день, к сожалению, к счастью, мы просто можем констатировать, как факт, все построено на деньгах, то если, мы представляем, гипотетически вырастает 2, 3, 5 человек, то им могут сделать такое предложение футболистам, от которого они не смогут отказаться. И осуждать их за это тоже нельзя, поэтому, с одной стороны, Володя говорит правильные вещи, но тут должна быть система на государственном уровне выстроена, понимаете? Потому что, если, к примеру, брать тот же просто пример клуба «Арсенал», который англичане ходят, любят, вот это в Лондоне, значит, они болеют, на каком-то моменте там играл один англичанин всего. Это было в прошлом, позапрошлом году, сейчас, наверное, кто-то добавился, я и так сильно не слежу, но этот ответ по поводу воспитанники должны быть, должны работать детские школы, должны быть созданы условия, инфраструктура должна быть вся создана. Тогда будут и плодоносить, извините, конечно, в таком смысле, что я сказал, плодоносить, дети будут, дворовой футбол, начинается все оттуда. Я тоже был пацаном, я занимался в СКА, я жил на Западном, ездил с четырьмя-тремя пересадками на стадион СКА, это был 76-77 год, вот именно, чтобы потренироваться. Но тогда была немножечко другая история, тогда у нас, мы все играли во дворах футбол, сейчас, конечно же, тоже сдвиги есть в лучшую сторону, строятся и при школах уже площадки, вот, но ведь были еще и 90-е годы, были и нулевые годы, которые, скажем, оставляли желать лучшего. Сейчас Африка наступает на футбол всего мира, своими игроками. Что они недорогие. Ну что там такого, ну они же некоторые играют прилично, назовем. Да. Володь, ну дело в том, что, если брать пример Африки, действительно, африканский континент, это сырьевой источник футбола, давно, и вся Европа, весь мир пользуются этими, так сказать, этими возможностями. И там мотивация, через спорт, через футбол, спортсмен становится, так сказать, ну, входит в хорошую материальную, так сказать, жизнь, выходит. Что нам нужно сделать в этом плане? Нет, у нас тоже есть такая мотивация. Правильно? Я стану футболистом, я буду получать хорошие деньги. Ну, у нас... Верно? Она как-то... У нас понятие такое, следующее у нас понятие. Можно сидеть на диване, и вдруг ты станешь футболистом. А футбол, тренировка, это тяжелейший труд. И надо нам... И вот мы затронулись сегодня немножко, так сказать, и учебно-тренировочную деятельность, интенсивность нагрузки, контроль, так сказать, ответственность. Все это должно быть сейчас востребовано вернуться к той системе, когда не, так сказать, в комплиментах рассыпались, так сказать, а в каждодневном тяжелом труде. А сейчас, к сожалению, эти вещи упущены. Я вот могу констатировать, я смотрю, как работают в спортивной школе. Ведь, вы понимаете, трудно отличить тренировку 10-летних мальчишек от 15-летних. Я вот с тренерами беседую, ребят, вы делаете одни и те же упражнения. Интенсивность, объемы тренировок, игровые нагрузки. И они через день играют. Да вы что мне рассказываете? Я вот в свои 60 лет, я каждый день играю в футбол. Каждый день. И не считаю, что это большая нагрузка. А здесь дети, растущий организм, восстановление. Ну, в какой-то степени, в разы физические способности лучше. И мы начинаем выдумывать некие там отговорки. То дождь, то снег там мешает. Да мы до сих пор на улице бегаем. Поэтому нужно изменить, вернуться к подходам тем. Много желтых карточек. Вот, если честно сказать. Необоснованных. Такие нарушения, которые, ну, надо наказывать уже игроков. Не только, там, судья их наказал желтой карточкой. Ну, внутри клуба. Ну, необоснованная грубость иногда бывает. Но тот же Канга, мы за него болеем. Там, кричим, молодец, все. Но он грубит. Вот в некоторых моментах. Агрессивно ведет себя. Агрессивно себя ведет. И это там судьей оговаривается. Когда это вообще, ну, это закон не писанный. Судья всегда прав. Он и будет прав. Иногда смотришь с трибуны на игроков, которые, выходя даже в первом тайме, уже к середине первого тайма, они бегут, ну, грубо сказать, на водопой какой-то там. Обливаются там, пьют. Ну, а во втором тайме иногда вообще начинают ходить. Ходить. Вот мне это вообще очень не нравится. Когда профессионалы не могут 90 минут именно отдаваться игре в полном объеме, от которого мы ждем. Это движение, как-то ускорение. Вот не всегда. Хотя, вот, не знаю, может быть, второй тайм у Ростова всегда лучше, чем первый. Почему-то, но второй лучше, чем первый. Значит, дело не в физике. Если учесть, что команда играет вместе совсем немного времени. Я имею в виду браки. Совсем немного. Не бывает так, что приехали, например, ничего себе Милич, так талантливый Канга. Зюба молодец, все чудесно. Наши вроде так ничего, которые здесь были. И сразу одним ансамблем они вывели бы замечательную мелодию в футбол. Так, Дим, бывает. Не, а посмотрите, что происходит. Время. Если глубже, я прошу прощения. Да. Если идти глубже, то сколько лет подряд у нас меняется каждый сезон. Каждый сезон, правильно. Вот вам ответ на... Хорошо, что тренер остался. Да. Второй. Ну, не знаю, тут как повезло нам, не повезло. Но я думаю, за один сезон команду построить практически невозможно. Поэтому, если остался Божевич или оставили его, но он, как бы уже зная прошлогодние ошибки, должен сделать выводы и уже идти более, так сказать, правильным путем. Тут очень многое зависит еще от исполнителей, потому что, как вот сейчас Володя сказал, что тренер не может прийти и поставить игру. Ну, опять же, если брать европейские примеры, мировые, то мы можем, допустим, увидеть, да, команда Барселона. Мне кажется, на каких-то этапах, да, у них тоже были спады, им просто, они просто даже не представляют, что может тренер им сказать. Да, научите там, что-то там объяснить. Хотя Гвардиола сам много проиграл в Барселоне. И плюс, вот смотрите сейчас, вот он уходит в Баварию, заключает контракт. И сейчас что он может в Баварии, когда там такие исполнители, когда они сейчас показывают такую игру супер, что просто радуется глаз. Поэтому тут вот, и могу примере на нашем, на отечественном привести. Значит, вот тренер сейчас, например, у Амкара, кто у нас? Это этот Черчесов, Станислав, Саламович Черчесов. Черчесов. Вот в прошлом году Терех показывал неплохую игру, да. Все до последнего боролся за кубки, все. Тут, я не знаю по каким причинам, меняют тренера, и он приходит в Амкар. Да, Амкар всегда был достаточно приличный коллектив, крепкий, но если верить СМИ, если верить, то у них, ну, один из самых слабых бюджетов. Я же говорю, если верить СМИ. И вот он приходит, и два футболиста, это Болгарина, по-моему, Пеев и Сираков, по-моему, если я не ошибаюсь, что-то там, он с ними какие-то конфликты, он их ставит, переводит в дубль, потом говорит, они мне не нужны, если они не подчиняются, потом находят компромисс, и команда ведь сейчас достаточно неплохо играет, вот вы посмотрите. То есть, получается, что он смог, Черчесов, да, за какой-то там, за предсезонку небольшую, наладить игру. Вот вам, то есть, мне кажется, так вот однозначно нельзя говорить там, вот в тренере ли дело, или там в футболистах, тут надо по совокупности смотреть все-таки. Часто мы слышим такую фразу, вот он профессионал, профессионал, он только по зарплате, а по исполнению я бы с этого профессионала, извините меня, снял бы штаны и определенным, так сказать, предметом бы ему объяснил, как, так сказать, ремнем, ну да, ремнем, да, вот, потому что вот мы сейчас отмечали и слабое движение, так сказать, динамика по стадиону, передвижение по футбольному полю, и даже, так сказать, откровенное, вот я несколько раз замечал даже друг другу пассы, и дают, в выгодной ситуации, нет, я не знаю, с чем это связано, видимо, это связано с тем, что все-таки микроклимат в коллективе не на высоком уровне. Нет, говорят, у них все в порядке, я спрашиваю. А игра показывает другое, игра другая, выходит, допустим, Тимофей Калачев, ну, Тимохан, у тебя и удар хороший, но твой партнер же в разы в лучшей ситуации, нет, Тимофей заряжает куда-то, как дал там по табло, чуть табло не сбил мячом, понимаете, хотя должен был отдавать пас, хотя восьмое место-то тоже пока идем, в рамках выполнения задачи, да, задача же была там на десятое место. Без Роберта Каспаровича Чинибалаянца невозможно существование стадиона. Это доказано, и об этом все знают. 51 год Чинибалаянц трудится над тем, чтобы трава была мягкой, футбол был техничным, а стадион великолепно выглядел и проходил различного рода лицензирования, вплоть до европейского и мирового уровня. Более того, всего неделю назад Чинибалаянцу исполнилось 78 лет, он свой пост оставлять не собирается. И ходи, пожалуйста, по травушке, муравушке, травушка, муравушка обидеться могет. И вот единственный сувенир, что я имею от администрации, от спорта, от всего. И от футбольного клуба. Вот это за 50 лет моей работы. Я ценно храню его. Это великвия. И больше ничего. Больше ничего. Ну, я на это не жалуюсь. У каждого свои задачи. У меня задача работать добросовестно. Потому что я получаю зарплату. На зарплату я должен отрабатывать. Вот и все. А парусник ваш? Нет, это мне подарил не чай. Был заместителем генерального директора. Он подарил. А цветочки? Это цветочки, я ухаживаю за ними. Тоже по совместительству? Да, да. Агроном по совместительству. Вот такие дела у нас. Не ходи, пожалуйста, по травушке, муравушке. Травушка, муравушка обидится, могет. И сколько же тренеров поменялось, сколько руководителей поменялось. Уже их не пересчитать сейчас. Я делаю свое дело. Была задача поменять газон. Я не согласился. В связи с этим, значит, меня отстранили на некоторое время от работы. Поставили другого человека. Ну, потом, когда уже поняли, что это не так, все вернули на свои места. Это живой организм. За ним надо смотреть и смотреть. Понимаете? Это со стороны кажется, что вот насыпал семена, они выросли, полил и все. А очень много работы. Очень много работы. Я очень благодарен. Я каждый раз говорю, что у меня коллектив такой, что я не радуюсь ими, честно говорю. Все вопросы, которые нужно решать, беспрекословно все выполняется и добросовестно. Вот после этих вот, после смены руководства, вы можете сейчас посмотреть поле в каком состоянии. Все комиссары, все эти инспекторы, которые приезжают, они очень довольны состоянием поля. КОНЕЦ Я, например, сильно очень переживаю за состояние газона. Очень сильно переживаю. Вот когда у меня начали намекать на то, что газон надо поменять, я ночами не спал. Я уже везде докладывал всем, что это безобразие, это полный бред. Разве можно было такой газон менять? Ну, вот сейчас вы можете, вот сейчас вы посмотрите футбол, увидите, в каком состоянии газон находится. И это все сделано руками рабочих. Семья, дети. У меня, значит, одно время, у меня не было инженера, который следил бы за техникой, за газонами, со всеми. Сына уговаривал три года. Я уже, он все не хотел приходить сюда. А потом я решил, значит, ну, я говорю, если ты не придешь, я уволюсь, потому что не с кем не работать. Ну, он перешел сюда, и я очень спокойно себя чувствую. Все вопросы, которые связаны с техникой, с полем, сейчас у меня агронома нет, он занимается этими вопросами. Все четко, все ясно. То есть вы хотите, чтобы он врос в это поле? Да. Он пришел из армии, зачастил в наш дом, протоптал всю травушку под моим окном. Но от вам нисколечко не жалею я. Травушка, муравушка зелененькая. Травушка, муравушка зелененькая. Нет, ну почему? Вот когда нужно было, я садился за косилку, я косил поле. Когда нужно, я поливал. У нас были тогда же еще и, кроме футбола, еще зимние месяца, хоккей, каток заливали. Ну что, я брал шланг и заливал. Ничего со мной не случилось. Я садился на косилку, косил поле. Надо мусор вывезти. Садился на мотороллер, гонял, вывозил мусор. Я работы не боюсь. Я человек, знаете, такой. Трудо благораживает человека. Я это держу из политики. Не ходи, пожалуйста, по травушке, муравушке. Травушка, муравушка обидится, могет.